Здравствуйте! Гостях Равунг ТВ, главный директор Института ИАЭС, поэтический аналитик Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, добро пожаловать Ереван. Спасибо, что приняли наше приглашение. Сразу вопрос о том, что случилось сегодня. Николай Пачинян заявил, что будут выборы 20 июня. Интересно, ваше мнение, решит все проблемы эти выборы или нет? Ну, все проблемы, конечно, это решение не изменит, но, мне кажется, это позитивный шаг и он был абсолютно предсказуем. По меньшей мере, в рамках подготовки к визиту сегодняшнему в Ереван, несколько дней назад я давал интервью ряду армянских СМИ, где как раз об этом говорил, что как выйти из состояния ПАТа, что я называл состоянием ПАТа до этого. Тоже где-то месяц назад опубликовал несколько интервью в армянских СМИ, когда вот начинался конфликт между премьер-министром и генеральным штабом, да, и каждая из сторон, она только усугубляла своими решениями этот самый конфликт. И вот возникла такая ситуация ПАТа, когда военным оказалось некуда двигаться дальше, с другой стороны, Пашиняна тоже уже обострять отношения, наверное, было бы бессмысленно. То есть, какая-то из сторон должна была пойти на уступки, но тоже в нынешней ситуации идти на уступки никто не хотел. Вот. В любом случае, этот ПАТ не мог существовать долго, да, потому что общество находится в таком достаточно сложном состоянии. Оно должно каким-то образом все-таки выходить из такого травмирующего положения, да. И с моей точки зрения, правильным решением было бы все-таки договориться о проведении внеочередных выборов. Вот. Такое решение сегодня было принято. Я считаю, что это позитивно, в том плане, что, по крайней мере, это дает основания и оппозиции, и правящей партии двигаться к некой тактической цели, да, к цели, которая связана как раз с подготовкой к выборам и к постановке каких-то других целей уже после выборов. Но я вот в этих интервью написал, что на самом деле Армении нужно выходить на более высокий уровень политической реформы. В свое время, еще в 2016 году, когда Серж Саргстян задумал реформу политической системы и конституционную реформу, и тогда, когда он задумался об уходе со своего поста либо на пост премьер-министра или спикера парламента, и предложил модель парламентской республики, ну, я как бы критиковал эту позицию, и в республиканской партии выступал накануне выборов и говорил, что это будет ошибкой, потому что на постсоветском пространстве, в принципе, парламентских республик не существует. В ситуации общего такого хаоса, да, и переходного периода очень важно наличие лидера, который знает, куда ведет, который консолидирует вокруг себя политическую элиту, а там, где этого не происходит, там мы имеем очень такие кризисные ситуации, вплоть до катастрофы, ну, например, как Украина, где вроде бы президент существует, но в целом у него полномочий не так много, есть вот эта Рада, да, парламент, который устраивает все время дебаты и так далее, очень неустойчивая ситуация. Или вот была Молдова, где президент избирался парламентом, то есть долгое время это тоже была парламентская республика, и страна была в тупике. Вот. Но, тем не менее, Сарктиан пошел вот на эту реформу конституционную, но мы получили то, что получили, да. И сейчас у нас и президент, и премьер-министр, а как бы порядка в политической системе нет, очень много противоречий и разногласий, но самое главное, что нет цели. Нет цели, нет единства, нет консолидации, и поэтому Армения оказалась, ну, фактически беззащитна в той ситуации, когда кулак агрессора, да, поставив перед собой жесткие цели, ну, соответственно, пошел войной на Арцах, Карабах и на территории, которые контролировала Армения. Вот. Поэтому мне кажется, что останавливаться на том, чтобы провести выборы, и как-то оппозиция улучшила бы свой результат, на этом останавливаться не нужно. Мне думается, что все политические силы должны находить опыт, найти общий язык в том плане, чтобы вернуться к президентской модели. Как вы оцениваете те действия, которые сделали, да, оппозиция на сегодня? Как вы знаете, улицы, да, Баграмяна закрыты до сих пор. Ну, шаг, безусловно, вперед или в направлении все-таки своего представления, да, своей позиции он сделан, потому что с одной стороны все-таки высказаны всевозможные критические замечания, да, на оценка действий власти во время этой войны в Карабахе. С другой стороны образовался некий блок оппозиционных партий. С третьей стороны появились новые силы. Ну, например, там партия, которая выступает за союз с Евразийским экономическим союзом, сближение с Россией и так далее. Вот. Но мне кажется, этого мало. Почему? Потому что работают же две технологии. Одна технология такая иррациональная, сориентированная на лидера, да, то есть люди, которые не выстраивают особо структур, не занимаются какими-то программами, но они вот там доверились Пашиняну, условно говоря, есть лидер, который вышел на улицу, да, в 18-м году, ну, и поднял за собой массу. Оппозиция работает немножко по-другому, потому что объединяются структуры самые разные. Однозначного лидера нет. Ну, формальный лидер есть, вроде бы, да, но такого однозначного лидера, харизматичного типа, который бы народ повел через улицу... У вас ген Манукяне харизматичный, на ваш взгляд? Ну, с моей точки зрения, его харизма ниже, чем Пашиняна, да, нужно прямо говорить, потому что есть даже вот социологические, результаты социологических опросов, которые показывают, какое количество населения поддерживает Пашиняна сегодня и какое поддерживает у вас ген Манукяна. Вот, в любом случае, мне кажется, оппозиция правильно делает, что объединяется, но для этого нужно, чтобы существовал некий набор лидеров, да, то есть все-таки такой некий коллективный процесс. То есть мне кажется, что если вот этот путь для оппозиции сегодня невозможен, или он будет не такой результативный, как эта правящая партия употребляет, а именно раскачка ситуации через улицу, да, и, соответственно, через популистские какие-то лозунги, вот, то надо идти путем действительно выстраивания структур и, соответственно, все-таки раскрутки целой группы лидеров, из которых потом появится какой-то реальный, да. То есть людям нужно демонстрировать, какие силы стоят за оппозицией, что она хочет. Вот, это достаточно непростая задача, и вот сейчас, после принятия решения о проведении неочередных выборов, конечно, нужно начинать подготовку к тому, чтобы оппозиция четко заявила себе, что она хочет. Какой лидер сегодня нужен Армении? Какой лидер выгоден России? Ну, Россия не ориентируется на лидеров. Россия ориентируется, ну, мы видим из политической практики, всегда ориентируется на те правительства, которые есть. Поэтому понятно, что, естественно, в России элита правящая заинтересована в том, чтобы, с одной стороны, поддерживать политические партии с ориентацией на Россию, с другой стороны, так критично не выступает против Пашиняна и премьер-министра, уже потому, что это легитимная официальная власть. Вот, и поэтому, конечно, на выборы не будет вмешиваться, и высказывать даже свои предпочтения особо не будет. Россия заинтересована в таком стабильном развитии. Самое главное, чтобы происходил процесс такого легитимного движения в рамках все-таки обновляемой политической системы. Не было радикальных сценариев. Вот в этом Россия заинтересована. И второе, в чем у нас заинтересовано, в том, чтобы партнер, ну, то есть армянская власть была бы договороспособной, да, независимо от того, в какую сторону она склоняется, какую многовекторную политику проводит. Потому что в России тоже у нас, по факту, многовекторная политика, да. Вот. Ну вот, то есть нужна такая системная подготовка к выборам. И что касается лидеров харизматических, ну, они должны появиться, ведь Пашинян тоже, его никто не выращивал специально в какой-то пробирке, но когда возникла кризисная ситуация, вдруг он появился, да. Поэтому, мне кажется, нужно, чтобы существовала почва, да, для появления такого лидера, и чтобы создавались структуры, и эти структуры научились бы договариваться. То есть в ситуации, когда, например, там 17 партий объединились в блок, значит, и, допустим, сформирован какой-то коллективный орган. Этот же орган может работать, ну, вот, допустим, лидеры этих 17 партий, да, представляют собой какой-то коллективный орган, в котором каждый все равно работает на себя. Да, конечно. А как сделать так, чтобы все работали вместе и выработали критерии, по которым лучшие, да, становились бы знаменем этого блока? Это очень сложная задача. Для этого нужно, чтобы общество подврослело, и оппозиция подврослела, да. Но мы понимаем прекрасно, что вот есть такое понятие, общество, находящее в состоянии стресса, да, это, ну, не все страны проходят через это, но некоторые проходят, как вот Россия в начале 90-х годов, например, или Украина, которая находится в состоянии стресса. Армения сейчас находится в ситуации сложного стресса. И когда вся политическая элита переживает, да, события осени прошлого года, конечно, такие рациональные мотивы или рациональные программы, вообще подходы к политике, они почти не работают. То есть люди все эмоциональны. Они переживают, естественно, вот, склоняются к каким-то простым методам, опять же, к харизматическим лидерам, к каким-то радикальным шагам. Вот. Очень сложно объяснить, почему нужна серьезная работа по подготовке к выборам оппозиции, и вокруг чего нужно объединяться. Какие прогнозы можно сегодня делать, да? Может 21 июня снова премьер-министром стать Никол Пашинен? Ну, я думаю, предпочтение пока на его стороне. То есть опросы показывают, что несмотря на то, что мой шаг поддерживает, ну, допустим, треть избирателей, и вроде бы это не большинство, но с другой стороны, в коалицию оппозиции, которая, ну, склоняется, скажем, в сторону такого более тесного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, с Россией, тоже не большинство, да? То есть это, условно говоря, еще одна треть, или, может быть, чуть меньше третья. Еще треть не определилась, да, армянское общество. Оно как раз находится в таком эмоциональном состоянии стрессовом. Ну, и есть еще такой небольшой сегмент, пока небольшой, но его раскачивают очень сильно из-за рубежа. Это люди, которые занимают такую рациональную, ноциалистическую позицию против всех. То есть интересы Армении и против Турции, и против России, и против всех. Ну, там, может быть, западом, как бы, они рассматривают вариант сближения, но в любом случае вот эти вот ближайших соседей особо не признают. В такой ситуации, да, ну, и, соответственно, оппозиция, она разобщена. Ну, второй президент Армении, Роберт Кочарян, заявляет, что я буду участвовать на выборы и буду победить. Ну, правильно заявляет, и это на сегодняшний день, пожалуй, самая сильная альтернатива Пашиняну. И Кочарян может мобилизовать под себя достаточно большое количество людей. В принципе, он может быть лидером оппозиции. Почему нет? Вот. Ну, нужно будет посмотреть. То есть для этого оппозиция тоже должна созреть, да, чтобы его признать лидером. То, что он заявляет, то, что он готов, это уже первая предпосылка к тому, чтобы быть таким лидером, да, потому что не всякий решится, не всякий готов идти до конца. Если он готов идти до конца, то, конечно, если бы выборы проходили, тем более бы, в рамках более широкой общности и затрагивали бы и Нагорный Карабах, то понятно, что его предпочтения, его, точнее, перспективы были бы гораздо больше. Вот. Но, будучи популярным миром в Арцахе, да, все-таки пока процент не очень высокий, его поддержки, непосредственно в Армении. Вот. Но предпосылки к тому, чтобы он, по крайней мере, был такой альтернативой моему шагу, ну, они очевидны. Ну, вы говорили об этом, в Армении создали движение «Сильная Армения с Россией» за новый союз, который выдвигает идею о необходимости дальнейшей интеграции с Россией вплоть до вхождения в союзном государстве. Насколько эта идея реалистично осуществить в ближайшем будущем, на ваш взгляд? Ну, тут все в руках той политической силы, той политической группы, которая сделала такой шаг, да, в направлении создания политической партии. Конечно, партия вправе рассчитывать на вхождение в парламент, это совершенно реальная цель. Вот. Но задача достичь какого-то максимального результата. Почва под это есть. Почему? Потому что большинство населения Армении все-таки выступает за развитие отношений с Россией. Заинтересована в этом Россия или нет? Нет, конечно, Россия в этом заинтересована. Объективно Россия заинтересована в том, чтобы ее окружали страны-партнеры, чтобы складывались добрососедские отношения. И тем более, раз идет процесс евразийской экономической интеграции, то эти отношения должны быть не просто партнерскими, а затрагивать широкий круг проблем, прежде всего, конечно, экономику. Естественно, при появлении такой политической силы какая-то моральная поддержка, политическая поддержка может быть. То есть, по крайней мере, в России это будет воспринято достаточно позитивно. Но в любом случае Россия же не может вторгаться в дела Армении и создавать какие-то структуры непосредственно здесь, и участвовать в выборах и прочее. То есть, это дело рук самих граждан Армении. И задача такая, чтобы со своими идеями эта политическая партия все-таки дошла до конкретного избирателя. Более того, как мы понимаем, вообще вся идея экономической интеграции, она такая разумная, вполне рациональная идея, связанная как раз с какими-то цифрами, с какими-то фактами, с какими-то доказательствами, что евразическая интеграция очень выгодна в экономическом смысле в первую очередь. А народ, который сегодня очень эмоционален и переживает по поводу последних событий, он как бы на цифры не смотрит особо. И поэтому его сложно убедить в предпочтении этой партии, например, перед какой-то популистской партией. Поэтому, да, предстоит серьезная задача как-то выйти через прессу до конкретных избирателей, до народного большинства, с какими-то более-менее доходчивыми программами, лозунгами. То есть это непросто. В условиях, когда тем более пресса армянская на многом сориентирована на какие-то коммерческие структуры, на Запад и, естественно, в массе своей, не считает проблему интеграции экономической для себя интересной. После войны мы первый раз говорим с вами. Интересно, ваше мнение, да, почему все-таки проиграла войну республика Арцах? Ну, это уже очевидно, мы, кстати, про это говорили. Вот когда я начинал работать в Армении в 2013 году, в преддверии вхождения Армении в Российский экономический союз, то простой анализ показывал, что есть Азербайджан, который экономически развивается достаточно быстро, на нефтяных деньгах, на поддержке Турции, ряда западных стран, опять же, через вот эти углеводородные проекты. В такой ситуации, когда в Азербайджане численность населения растет, ВВП растет, и в связи с этим растут реваншистские настроения, да, то есть желание, в том числе и силовым путем, решить проблему Карабаха. В Армении население не растет, экономика находилась в стагнации, значит, и поэтому, вот, когда предлагалось вхождение Армении в Российский экономический союз, главный мотив был такой, я все время про это говорил, что Армения должна пройти через экономическую модернизацию, то есть должна быть принята такая модель экономики, которая позволит Армении достаточно быстро развиваться. Для этого нужно использовать ту возможность, которую дает Российский экономический союз. те возможности, которые дает сотрудничество с Россией. То есть Армения должна иметь четкий план, каким образом, да если даже нужно, заставить Россию, да, вкладывать деньги в разного рода совместные инвестиционные проекты, и такие предложения выдвигались. Ну, к сожалению, руководство тогдашнее, на это смотрело прохладно, были такие шапкозакидательские настроения, вот, более того, я считаю, что правительство сделало ошибку, не правительство, ну, в общем, руководство Армении сделало ошибку, когда, ну, собственно, тоже это, не они первые, не они последние, да, это тактика, которая используется в отношении всех постсоветских стран, в том числе и России, да, когда обещаются золотые горы, привлекается к сотрудничеству с Западом, мы помним, что Сарксиан подписал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, когда он ездил в Британию, фотографировался с принцем Чарльзом, соответственно, вот установил какие-то отношения с Лондоном, да, ну, и в этом направлении сделал какие-то шаги, ошибочные, после чего затеял вот эту парламентскую реформу, захотел остаться, значит, в качестве там лидера и прочее, прочее. Ну, то есть это некоторые ошибки, которые связаны с развитием политической системы страны в другом направлении, ну, и в неправильном направлении, при том, что в экономике не делались модернизационные проекты, а создавалась такая олигархическая система, когда у власти находится группа, семья, которая вот занимается там обогащением, условно. Вот, ну, эти, как бы, все ошибки и просчеты известны, и поэтому уже было понятно, когда вот начались сложности в взаимоотношениях между Арменией и Россией, да, в 2018 году, а это главная предпосылка, вот, поражение, да, когда не было четкого взаимодействия России и Армении, и поэтому противник, он же это видит, да, он планирует операцию, и был расчет на то, что мы начинаем военную операцию, соответственно, армянское руководство будет растерянности, потому что стратегии нет отражения, оно будет сориентировано, ну, часть армянского руководства будет сориентирована на Союз России, другая часть будет сориентирована на отношения с Западом, будет считать, что им НАТО поможет, да, при этом Россия тоже будет в такой ситуации, что будет медленно принимать решение, потому что не будет обращения к ней, да, официального там за помощью, ну и так далее, так далее. Что, собственно, и произошло. Но сейчас, мне кажется, не нужно копаться в том, чтобы искать чью-то вину и говорить, вот виновата там, допустим, правительство Армении или виновата Россия, да. Нужно работать не в режиме вины, да, а в режиме беды, осознания беды, что виноваты и Россия, и Армения, да. Россия, точнее, не виновата, как бы сделаны большие ошибки. То есть ошибка России заключается в том, что в ситуации, когда начались эти военные действия, нужно было немедленно вводить российских миротворцев и, в принципе, предпринимать военные действия, связанные как раз с выдвижением российских вооруженных сил вот на границу с Ираном, условно, да. Ну и, соответственно, ошибка руководства Армении заключалась в том, что, опять же, как только начались эти военные действия, нужно было немедленно обращаться к России, да, и, соответственно, договариваться о совместных действиях. Вот. Почему это не сделано было, я объяснил. То есть состояние российско-армянских отношений на тот момент времени не позволял руководству Армении обратиться сразу к России, да, все находились в растерянности и в разных, как бы, точках зрения. А, соответственно, в России, поскольку в России же ориентируются на законные правительства, да, и когда к ним обращаются, тогда они действуют. А так получается, что тоже разные силы, одни выступили против Пашиняна, сразу стали говорить, зачем мы должны помогать Пашиняну, которые вот там не так смотрят в сторону Евразийского экономического союза. Причем это даже говорили представители Диаспора, как мы помним некоторые. Вот. С другой стороны, там же в России тоже много агентуры, которые воздействуют на руководство, да, агентуры британская, например, турецкая, азербайджанская, вот, которые выдвигали свои аргументы. Соответственно, мне было абсолютно понятно, что все равно другого выхода нет, да, и все равно Россия ведет миротворцев. Но нужно было просто это раньше делать. Но раньше вот не получилось именно потому, что пока думали, пока все взвешивали, и в конечном счете уже когда азербайджанская армия штурмовала Шуши, да, вот только тогда, значит, ну и в Лачинскому коридору, соответственно, угроза возникла. Только тогда уже в спешном порядке вели миротворцев. Вот. То есть это как бы все понятно. Ну, еще раз говорю, поскольку у нас программа близка к понятию правды, да, и работа, то вот главная предпосылка для того, чтобы как-то из этой ситуации выходить, заключается в том, что нужно эту правду признать. Вот. То есть без истерик, без поиска виноватых, а нужно сказать, да, это наша общая беда. И России, и Армении. Ну, вопрос Арцаха закрыт, или можно ждать что-то нового, да, реванша или что-нибудь? Ну, как он может быть закрыт? Он закрыть не может, потому что там живут люди, да, которые находятся в состоянии дискомфорта. То есть там живут армяне, которые не хотят жить в составе Азербайджана. Еще угроза есть. Конечно. Азербайджан никак не продемонстрировал, что он готов пойти навстречу этим людям во всех смыслах, да, в том числе сохранять культуру армянскую, относиться к тем людям, которые там живут с максимальной чуткостью и так далее. То есть там разные такие процессы происходят. И мы видим, что несмотря на официальное подписание соглашения, тем не менее, в ползучем таком режиме, или как в русском языке есть такое выражение, тихой сапой, да, тем не менее продолжается какое-то наступление. То там, то здесь, значит, двигаются границы, совершаются какие-то акции, вот, появляются какие-то экстремисты, которые качкары там ломают и так далее. Вот, то есть не все так просто. Вопрос не закрыт, тем более статус Карабаха не решен. Если там стоят миротворцы, это уже, как бы, говорит о том, что нет никакого определенного государственного статуса, да. Миротворцы могут стоять пять лет, могут стоять десять лет, то есть неизвестно сколько. Вот, поэтому, с одной стороны, ситуация открыта, с другой стороны, конечно, в армянской стороне сейчас нет возможности как-то на это повлиять, и мне кажется, не нужно заниматься этим вопросом. То есть, с одной стороны, армянское руководство должно заниматься последствиями этой войны, а именно, прежде всего, это, конечно, проблема военнопленных, да, возвращение тех, кто оказался в плену, и установление имен всех погибших, где они находятся, потому что достаточно большое количество людей числится пропавшими без вести, например. Вот, ну и создание механизмов взаимодействия с миротворцами как-то, да, чтобы все-таки предотвратить вот эти вот ползучие такие попытки все-таки где-то подвинуть линию, да, границы или там усилить присутствие азербайджанской стороны, потому что 1200 миротворцев, это очень мало на такой регион, и поэтому, конечно, они не могут следить за всеми событиями, которые происходят, вот, по всему периметру. Вот, но нужно думать о другом, вот, армянскому обществу, поскольку силовые структуры не выстроены, да, оборонной политики нет, единства в руководстве нет, нужно сейчас стремиться к политической реформе, которая должна заключаться в следующем. Неочередные парламентские выборы, дальше переход к формированию президентской республики, президентские выборы, да, не должно быть в стране двух лидеров, один у нас подданный Британии президент, да, премьер-министр, кто из них главный, там, непонятно, вот, должен быть президент, и должен создаваться сильный совет безопасности, тот совет безопасности, который разработает и будет проводить жизнь новую военную доктрину, новую внешнеполитическую доктрину в целом, и он будет смотреть не только на, или вырабатывать доктрину чистого армянского государства, да, но и в целом, с учетом интересов Южного Кавказа, с учетом интересов Арцаха, в том числе, с учетом интересов взаимодействия Армении и России, усиления военного присутствия России, вот, в этом регионе в целом, то есть, это должна быть совместная военная доктрина России и Армении, чтобы при появлении любой угрозы, да, даже не возникало вопросов согласования, да, каких-то действий, а мгновенно, даже в превентивном порядке, вооруженные силы России и Армении в этом регионе действовали бы совместно по отражению, там, любых опасностей, вот, то есть, это совершенно другой уровень таких оборонных действий, да, на которые, ну, конечно, к которым пока ни Россия, ни Армения не готова, но к этому нужно стремиться, потому что впереди будет усиление присутствия Турции, совершенно очевидно, да, что-то будет происходить в Грузии, то есть, назревает серьезные события в Грузии, где, с одной стороны, мы видим усиление присутствия Азербайджана, с другой стороны, там, запад, усиление присутствия Грузии, вот, регион очень нестабилен, колоссальные проблемы сейчас в Абхазии назревают, да, в ситуации, когда в собой Армении вот такое противостояние складывается, могут быть какие угодно внешние импульсы, да, задаваемые, там, опять же, со стороны стран НАТО, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и так далее, для того, чтобы решить какие-то свои задачи в этом регионе, вот, и Армения должна быть к этому готова, но, чтобы быть к этому готова, нужно выстроить структуру и разработать совершенно новую стратегию. И по предложению президента России создана трехсторонная, да, рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана для разблокировки дорожных коммуникаций. Как, на Ваш взгляд, да, это повлияет на нашу экономику и еще безопасность? Ну, с одной стороны, вот, допустим, Россия ставит правильные вопросы, да, по поводу всех, развития всех этих транспортных коммуникаций, чтобы было выгодно всем участникам. Группа трехсторонняя, но понятно, что речь идет еще и об Иране, поскольку речь о транспортном коридоре, северо-юг, вот, и то, что из России через Азербайджан идет в Армению и идет в Иран, то есть, вот, как бы, ну, и, естественно, в Турцию тоже, да, то есть, как бы, все участники этих транспортных новых проектов должны быть заинтересованы. Но это тоже предмет договоренности, потому что, например, азербайджанскую сторону интересует свой участок пути, да, то есть там, где Азербайджан выступает как транзитное государство, которое может контролировать часть пути, да, Армения отвечает тем же, потому что, там, 45 километров, которые проходят по армянской территории, естественно, эта дорога должна существовать, функционировать на некоторых условиях, которые ставит перед собой Армения, да, вот, поэтому, ну, договариваться очень сложно в нынешней ситуации, поскольку России постоянно приходится прикладывать усилия, да, чтобы вот эти интересы частные связывать какую-то общую систему. Ну, самым, как бы, главным бенефицаром этого процесса является Азербайджан, объективно, потому что он получает прямой выход на Кичевань в Турцию, и, конечно, в экономическом смысле они будут использовать это. Как этим будет пользоваться Армения? Ну, понятно, что бесперебойный выход в Россию, ну, при условии, конечно, что армянская экономика будет расти, и такие выходы будут просто необходимы, ну, конечно, Армения тоже от этого выиграет, но для этого нужно, чтобы все-таки экономическая модернизация была, и было чем Армении заниматься, да, и, условно говоря, российский рынок, он колоссальный, и для Армении имеет первостепенное значение, но важно, что ты там будешь продавать на этом рынке, вот, то есть объем экспорта нужно наращивать. Собственно, ну, к сожалению, вот мы говорили про эти проекты давно, потому что решение проблемы Карабаха и территорий, да, которые контролировала Армения, могло быть связано, ну, в некоторых движениях в сторону позитива, могло быть связано с тем, чтобы Азербайджан предложил бы экономический проект, сделал первый шаг в этом направлении. Тогда бы Армения, как страна, которая победила в войне 92-94 годов, и, соответственно, как страна, которая заинтересована в статус-кво, могла бы пойти на встречу Азербайджану в переговорах, но Азербайджан почему-то не делал никаких вот этих шагов, с точки зрения предложений по экономическому сотрудничеству, то есть время рассчитывал на военный путь, вот, что в итоге осуществил, да. Поэтому сейчас сложно разговаривать конструктивно с Азербайджаном, вот, и, не знаю, будем, ну, то есть у меня как бы уверенности полной нет, что будут достигаться какие-то договоренности, вот, в рамках реализации экономических проектов, вот, ну, может быть, усилия России как-то этому будут способствовать. — Все ждали, что сейчас столетие, да, московского договора, и что-то будет, новая война, российско-турецкая, нахреки вам будут возвращать и все такое, да, но ничего не было, и еще Захарова объявила, что этот договор продолжает быть. Что вы скажете об этом? Что мы ждали и почему не получили? — Нет, ну, Азербайджан получил много, да, вот, той войны, которая есть. Переводить эту войну, как бы, такую региональную в транс-региональную, ну, достаточно рискованно. С другой стороны, конечно, ситуация не закрыта, потому что, ну, мы знаем, что в основном эта война связана с некоторой конкуренцией России и Турции, да, в регионе в целом, не только на Южном Кавказе, но и на Ближнем Востоке, и сейчас мы видим обострение отношений между Россией и Турцией в Сирии, да, в северной части Сирии, вот, поэтому все равно это соперничество продолжается, вот, но это очень сложный узел, предполагающий давление на Россию, например, да, со стороны самых разных западных сил, плюс реализация каких-то своих интересов Великобритании, Израилем, да, которые рассматривают Турцию, в том числе, как плацдарм для наступления на Иран. Вот, поэтому тут очень много интересов, и, соответственно, только где-то на выходе, да, вот, конфликт между Азербайджаном и Арменией, которые являются поводом для того, чтобы решались какие-то другие задачи. Ну, поскольку все эти вопросы связаны с торговлей, за транспортные пути, за то, значит, кто будет контролировать, например, там, месторождение в той же Северной Сирии или в Северном Ираке, вот, и по результатам каких-то договоренностей предпринимаются новые шаги, да, вот, да, да, я еще Курдистан не упомянул, который тоже в этой ситуации является очень серьезной картой. Вот, поэтому тут, во-первых, прогнозировать ситуацию очень сложно, мы понимаем прекрасно, что это взрывоопасный регион, где в любой момент может начаться все, что угодно. Поэтому даже наличие этого соглашения, которое сегодня, на самом деле, оно является таким стабилизирующим документом только потому, что российские миротворцы стоят в Карабахе. Вот этим обеспечено выполнение этого соглашения, да, там, где нет российских миротворцев, там может быть все, что угодно в любой момент, да, вот, может быть столкновение, например, между Турцией и Ираном где-то спровоцировано, условно, или вот действительно новые проблемы, новые провокации в отношении российских военных в Сирии, да, с использованием, опять же, турецких военных. Вот, поэтому нужно быть бдительным и, соответственно, очень тщательно смотреть, что происходит, и, конечно, очень аккуратно проводить свою политику. Спасибо за интересное расседование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова